Дорогие друзья, это фонд обо днём. Мы продолжаем, а сейчас февраль уже. А значит, школьникам уже вот как-то необходимо определиться с тем, кем же они станут, на кого они пойдут учиться, потому что совсем скоро уже ясна, значит, экзамены, значит, поступления. Эту тему мы обсудим с нашей гостью Анталией Петропавловской. Тьютер, Анталия, здравствуйте. Мы как-то сходу проскочили до слова тьютер. Мне, допустим, вообще непонятно, что это такое. Может, расшифруется? Да, с удовольствием. Тьютер – это педагог, который сопровождает образовательно-профессиональные маршруты человека. Ну, то есть помогаете ориентироваться в этом пространстве профориентационном. Хорошо, понятно. Есть у нас вот дети, старшеклассники, которые как-то вот понимают, я хочу быть врачом. И вот человек целенаправленно идёт, учится. Есть дети, которые, ну вот не знают они, куда пойти, они не понимают, чего они хотят. Они не понимают, ну, вообще ничего. Как вот в этом случае быть, как ребёнка направить и как вообще ему понять, куда же пойти учиться, чтобы не ошибиться, чтобы потом как-то не исправлять эту ситуацию? Ну вот если очень кратко, то есть три основные задачки, которые человек должен решить, чтобы понять, кем ему быть. Первая задачка – разобраться в своих интересах и склонностях. А что мне интересно вообще? От чего я получаю удовольствие? Вторая задачка – разобраться как-то в этом многообразном мире профессий. Ну, согласитесь, очень много вариантов, да. И третья задачка – совместить, собственно, свои интересы с тем, что происходит на рынке труда. Ну и как вы догадываетесь, да, несмотря на моё лёгкое такое воспроизведение этих задачек, но это очень сложно ребятам бывает. К 9-му, к 11-му классу зачастую непонятно, что мне больше интересно, непонятно, а что там на рынке происходит труда и какие будут востребованы. Да, и тем более вот всё это соотнести. Поэтому моя такая первая ключевая рекомендация – что вообще делать? Ну, во-первых, не надеяться, наверное, на какую-то подсказку извне в виде, там, астрологов, там, не знаю, суперпсихолога, который за одну встречу расскажет, куда пойти. Нужно к этому вопросу подойти более системно на самом деле, потому что, например, когда мы к математике готовимся, мы ведь регулярно что-то делаем для этого. Поэтому вот лично мой подход такой, экспертный, он в том, чтобы пусть каждую недельку, но по чуть-чуть я буду заниматься этой темой. Хотя бы вот в своё расписание, там, по субботам часик я буду уделять. Что именно делать? Что делать? Думать, что делать? Да, ну, думать – это первое, понятно, да. Второе – как-то хотя бы начать ориентироваться в мире профессии. Для этого сегодня есть очень удобные поисковики, например, да, какие-то информационные системы, которые, например, позволяют проставить галочки напротив того, что мне интересно, и получить несколько вариантов профессии. Есть замечательный атлас новых профессий, куда тоже можно заглянуть и понять вообще, ну, а что будет востребовано, и что из этого мне больше подойдёт. Вот, ну, это если вот так вот кратко, да. Но, знаете, самое главное, наверное, если есть время на это, если вот не совсем ещё 11 класс, когда нужно нести документы. Вот, я только хотела, да. Да, наверное, всё-таки это какие-то… Ну, вот, если есть время, опять-таки, нужно пробы совершать. Вот это самое важное, да, когда ты через какую-то пробу, попав в какой-то проект, попав в какое-то место, можешь себя вот как-то примерить на себя. Наталья, ну, вот в идеале тогда с какого времени необходимо начинать работу над этим? Да, на самом деле, чем раньше, тем лучше. Работа, она может быть связана вообще с пониманием, а что мне нравится. И это можно уже делать, ну, и даже в начальных классах. Чем-то заниматься, какими-то проектами, какими-то исследованиями в разных областях. Тут, конечно, родители-помощники в этом смысле и учителя, чтобы вот отметить, что ребёнку интересно, а потом предложить ему несколько вариантов деятельности. И обычно, если такая деятельность найдена, в чём я хорошо, потом не знаю, что мне приносит удовольствие, то к девятому классу особых проблем не бывает. Вот все мы прекрасно знаем, что когда человек уже учится в высшем учебном заведении, у него бывает такая практика, где он идёт, как раз окунается в свою профессию. Есть ли сейчас вообще возможности, например, школьникам, вот если он хочет стать учителем, но вот есть ли какие-то курсы, я не знаю, чтобы вот он попробовал это на себе, и то же самое касается других каких-либо профессий. Или это невозможно, как бы, априори? Ну, конечно же, возможно. Сегодня наш мир предлагает массу возможностей, начиная, например, вот если мы про школьников говорим, начиная с профильных лагерей, которые есть сегодня, вот впереди там лето, да, и те ребята, которые не выпускаются ещё из школы, могут посвятить там месяц и окунуться, например, в робототехнику. Там понять вообще, получается, не получается, интересно или нет. Другие вариации, где попробовать, например, сейчас будут дни открытых дверей в университетах, техникумах. Можно прийти, да, пообщаться, во-первых, да, пообщаться со студентами, с преподавателями, хотя бы, ну, так, мысленно эту профессию на себя примерить, да. Ну, и иногда некоторые площадки университета и техникум предлагают вот ту самую пробу, хотя бы какой-то элемент попробовать. Ну, и плюс, если мы говорим, например, о таких специалистах, как тьютеры, да, что обычно мы делаем? Мы находим эти места, мы идём в эти места, мы знакомимся с представителями профессии и хотя бы элемент какой-то деятельности пробуем. Позвольте, я немножко как-то так подпорчу вашу позитивную полемику, она уж, мне кажется, слишком сладкая. Ну, дело в том, что я по ряду причин, в основном возрастного характера, не питаю иллюзии относительно современного поколения. Считаю его инфантильным, так бы, заютьюбленным и малоперспективным с точки зрения грядущей пользы страны. Вот эти вопросы профориентирования, за них зачастую решают родители. Ведь зачастую же к вам приходят родители, говорят, слушайте, ну подскажите дураку вообще, куда, чего, ему ничего не интересно. Как часто родители, ну, возможно, с вашей помощью, оказывают существенное влияние на грядущий жизненный путь ребёнка? Насколько это вообще самостоятельная история, ну, вот в этой фазе развития? Ну, по крайней мере, те родители, которые обращаются ко мне, их много уже сегодня, они готовы сделать так, создать условия для подростка, чтобы выбор всё-таки был его. Поэтому тут вот в этом смысле я попробую. Или у него была иллюзия, что ты его выбор? Ну, по крайней мере, сделать всё, чтобы всё-таки решение было ребёнка. Я знаю. Ну, помочь ему сделать осознанный всё-таки выбор, а это целая технология, чтобы выбор был осознанный. Я хочу в противовес Алексею сказать, потому что я, наоборот, считаю, что у нас сейчас поколение какое-то развитое и действительно современное, которое не сидит, как раньше в подъездах, а наоборот, какое-то, мне кажется, действительно, ребята молодцы. Я так считаю. Так вот, вы скажите, по вашему опыту, за последние годы, действительно ли дети стали более осознаннее подходить к выбору профессий? Или всё-таки вот как была история, так и сейчас на этом же уровне? Всегда есть проценты тех и других, на мой взгляд. Единственное, что сейчас действительно появляются дети, которые вот такие более активные, и они, например, уже в школьном возрасте зарабатывают деньги. Все мы понимаем историю с удалёнными профессиями, фрилансом. То есть многие ребята уже развивают активно свою деятельность. Вот такие появились отдельные звёздочки. Их уже много, кстати, это целая тенденция, на мой взгляд. Ну а в плане, если совсем я ничего не хочу и смотрю только видео, таких тоже много детей, потому что средства массовой информации, YouTube, это, конечно же... Слушайте, ну вот эта история с выбором профессии, она становится всё менее прогнозируемой, в связи с тем, что всё развивается стремительно. И, допустим, там пять лет назад про какую-то профессию типа с ММЭ, там ещё чего-то, никто понятия не имел. И вообще никто не подозревал, что вот вся эта история с развитием соцсети примет такой массовый характер. Вот сейчас есть понимание, что будет востребовано через пять лет, хотя бы через три года? Как вообще, есть какой-то горизонт событий, куда можно заглядывать и понимать, какой специалист будет востребован больше всего? Конечно же, есть, да. Есть огромные классные исследования, например, Атлас новых профессий, там Сколково, там огромные исследования стоят за этими, когда в Атласе расписаны 20-25 сфер на ближайшее время, там, да, на 10, на 20 даже лет, не только на очень ближайшее, да, в которых как раз-таки будут происходить вот эти масштабные изменения, действительно будут, нужны будут представители, да, различных профессиональных направлений. Ну, если кратко, да, понятно, это информационные технологии, конечно же, робототехника, это медицинское направление, причём в связке с информационными технологиями, конечно же. Ну и плюс управленческие эти вещи, они тоже у нас остаются. Поэтому, если вот так обзорно. Сейчас, как я понимаю, вот как раз в феврале ребёнок уже должен выбрать экзамены, которые будет он сдавать для того, чтобы поступить, опять же, на ту или иную профессию. Как я понимаю, экзамены надо сдавать те, исходя из профессии уже. То есть к этому времени уже должны быть сформированы интересы, уже должно быть сформировано понимание, на кого ты хочешь пойти учиться, и уже должны быть экзамены сданы. Что делать, если экзамены не получилось сдать? Плохо подготовился, завалил. Что будет тогда с ребёнком? Всё, потому что, знаете, я сама когда училась, нас учителя три года с 9 по 11 класс нам говорили, если вы не сдадите ЕГЭ, всё, вы все будете дворниками, учите ЕГЭ. И мы, бедные, дрожали, сидели над этими учебниками. Действительно ли жизнь заканчивается, если ты ЕГЭ не сдал? Конечно же, не заканчивается. Я уже начала рассказывать вам про тенденцию о том, что параллельно многие ребята уже работают, и они особо ничего не боятся в этой жизни уже. Но если вот так кратко пройтись, понятно, они сдают 4 примерно экзамена. Два основных и два обязательных на выбор. Если с первого раза не сданы основные экзамены, то есть возможность пересдать. Есть резервные дни. Первый такой шанс нам. Со второго раза, если не сдаём, то в следующем году только учебном. Но это прям совсем редко бывает. Если не сданы дополнительные экзамены, то аттестат всё равно выдадут. С этим аттестатом можно попробовать поступить, например, в среднепрофессиональные учреждения, колледжи и так далее. Но опять-таки, если всё-таки есть желание поступить в ВУЗ определённый, на определённую специальность, но пока не добрал нужных баллов, что мы делаем? Год посвящаем максимальной подготовке. Можно действительно год организовать так, чтобы не только хорошо подготовить себя в плане предмета, но и в плане таких проб. Я могу уже сейчас расти в профессии как-то. Я могу что-то делать, где-то пробовать, ходить, какие-то проекты делать. Поэтому, на мой взгляд, вот эта история, когда родители, год будет потерян, она сегодня немножечко так вот уходит. И слава богу, единственный момент с армией молодых людей. Нюансы есть свои. А что касается выбора учебного заведения, даже если мы понимаем, куда мы хочем учиться, ну, потому что как, ты же всё равно по бытовому смотришь, ну, здесь от дома недалеко, пойду я в этот университет, ну, а здесь вот вроде как и бюджет есть, поэтому пойду я в этот. Как выбирать учебное заведение, как понять, что ты именно там пригодишься, именно там ты себя почувствуешь хорошо и вырастешь? Ну, идеальная картинка, понятно, когда есть понимание профессиональной сферы, так вот ты хочешь идти, и подобраны вузы. Кстати, можно подбирать сегодня пять вузов, в каждом вузе по три направления. То есть шансы с поступлением достаточно такие неплохие могут быть. То есть 15, грубо говоря, профессий. Причем по всей России это можно делать и отправлять ЕГЭ. Вот, а другой вариант, да, когда мы говорим, вот, например, мы прошли в несколько вузов, как выбрать в этом смысле? На мой взгляд, ключевой критерий все-таки это про качество того образования, которое позволит нам быть классным специалистом в этой области. Как понять про качество образования? Ну, начинаем с элементарного. Сайт и те образовательные программы, которые нас ждут. Мы максимально изучаем эти варианты, да, и смотрим, может быть, какие-то есть стажировки в этом университете, какие-то проекты есть, да, и вообще смотрим результативность и активность самого университета. Это можно проверять даже не только, ну, там, по сайту, и не столько, может быть, по сайту, но, например, на днях открытых дверей мы задаем конкретные вопросы, да, преподавателям. Мы задаем вопросы студентам и задаем вопросы выпускникам. Мне кажется, это очень классный метод, когда вот мы вот так вот исследуем все и в связи с этим, ну, делаем такой вот анализ, да, что мне важно. И второе, давайте здесь же проговорю, что важно, на мой взгляд, это изучить еще и состояние внеучебной деятельности в университете, поскольку иногда внеучебная деятельность дает возможность дальше до самоопределяться, что я хочу, у меня так произошло. Вот, поэтому, ну, вот... Слушайте, мы вот как-то вот все время говорим и позиционируем как такую молодежную проблему. А между тем же поиск, ну, какой-то новой работы, это же вещь актуальная. Ну, мало ли, вот человек, допустим, устал внести тяжкое бремя, не знаю, профессии, там, советы директора, советы, там, директоров Газпрома. А он хочет быть барменом вот там на пляже где-то. И вот перед ним же тоже такая стоит задача. Он может рассчитывать на вашу помощь, на какой-то совет, ну, на какой-то вот хочет все в жизни поменять. Надоело. Конечно, может, поскольку сама технология выбора, она, собственно, такая же. Понять, что мне интересно, чем я люблю заниматься, соотнести это с тем, что происходит в современном мире, да, и сделать вот этот выбор. Ну, поэтому подход, он общий, мне кажется, для любого возраста это подходит. Я, знаете, я хочу спросить про то, когда родители навязывают свои, например, интересы. У меня, я слышала очень много историй, когда вот ребенок, например, хотел пойти на одно, родители заставляют на юриста, на медика идти, дети с загубленными вот этими, потом говорят, годами, и они мучаются из-за этого конфликта и в семье. Вот как вести себя здесь родителям и вести себя детям в данной ситуации, если родители, ну, вот, настаивают? К счастью, таких родителей становится, опять-таки, меньше, поскольку вот эта демократичная наша, да, история, что нужно выбирать, давать право, она все-таки где-то вот берет свой верх. Но если все-таки такая ситуация происходит, у родителей есть четкое представление о профессии, у ребенка это другое, другая профессия, можно подойти вообще к этой ситуации иначе, с другой стороны, и рассматривать каждый вариант как гипотезу. И задачка первая, это подобрать несколько гипотез, то есть чтобы у подростка возник некоторый список, хотя бы из трех вариантов, чтобы был выбор. Из этих трех вариантов, да, там первый вариант подростка, второй вариант родители, третий вариант еще какой-то поискать. И далее мы начинаем каждую гипотезу тестировать на прочность, насколько это моя профессия или нет, начиная, там, не знаю, с должностных обязанностей и просмотра на YouTube нескольких видео про эту профессию И заканчивая реальной пробой. То есть если родители все-таки допускают, что можно попробовать все-таки во всех трех вариантах, а потом уже посмотрим все-таки, какая подойдет, то это классный подход, на мой взгляд, и он сразу решает этот вопрос. Ну, в общем, как найти свой путь в жизни и не лишиться наследства. Друзья, ну, большое спасибо. Спасибо. В общем, я думаю, что те, кто сейчас находится именно в этой ситуации, выбор жительного пути и, в принципе, понимание, о чем я буду заниматься дальше, наша беседа была небесполезной. Наталья Петропавловская, тьютер, была у нас в гостях. Спасибо еще раз большое. Мы идем дальше. Реклама, оставайтесь с нами.